МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Цветы и детские игрушки. Акция памяти у стен российского посольства в Сухуме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России объявлена днем общенационального траура. Сегодня к российскому посольству в Сухуме люди несли цветы и детские игрушки, выражая тем самым искреннее соболезнование и поддержку родным погибших. 25 марта в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Начак возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, количество погибших в «Зимней вишне» 64 человека, из которых 41 ребенок. Есть и без вести пропавшие. Разбор завалов продолжается. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнование президенту России, Владимиру Путину и семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Общественность Абхазии с глубокой болью восприняла весть о трагедии в Кемерово. К зданию посольства Российской Федерации в Абхазии неравнодушные граждане несут цветы и мягкие детские игрушки. Зажигают свечи. Силами волонтерского движения АПЭПШ при Госкомитете по молодежной политике была организована акция памяти жертв трагедии в Кемерово. Молодежь Абхазии не осталась безучастной и таким образом выразила свои отношения к произошедшему в российском городе. Сегодня такой день, когда мы чтим память жертвам пожара в торговом центре, который произошел. Мы хотим сегодня показать, что нам не безразлично. Это все и родственникам погибшим. И мы очень, честно сказать, немного рады и потасены, что людям не безразлично это все. Они к нам сегодня потянулись и пришли на данную акцию. Почтить память жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» к зданию посольства Российской Федерации также пришли школьники, студенты, общественные деятели и все неравнодушные, искренне разделяя горе родственников погибших. Всей России сегодня и скорбит Абхазия, которая тоже так же сильно заволновала. Это трагедия, произошедшая в Кемерово, где за такой короткий срок погибли безвинные люди, совершенно семьи, семьями погибли, дети погибли. Мы выражаем искреннее соболезнование в сочувствии всему российскому народу. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Траурные мероприятия пройдут и в нашей стране. Трагедия в Кемерово шокирует десятки погибших, большинство из которых дети. Преступную халатность и разгильдяйство назвал Владимир Путин, посетивший место трагедии основными причинами пожара в Зимней Вишне. А что у нас? Как у нас соблюдаются правила пожарной безопасности? Ведь и в нашей стране есть подобные развлекательные центры. Мы решили выяснить, насколько они соответствуют стандартам безопасности и какие требования предъявляет к ним МЧС. Наши корреспонденты вместе с сотрудниками пожарно-спасательной части прошлись по некоторым центрам. Кадры возгорания торгового центра «Сухум Маркет» в прошлом году видели все. Тогда общественность была взбудоражена новостью о том, что сгорел второй этаж здания, в котором находился детский развлекательный центр джунгли. К счастью, пожар произошел в ночное время и обошлось без пострадавших. Сейчас на месте развлекательного центра лишь обугленные стены. По словам сотрудников МЧС, на момент возгорания центр был оснащен первичными средствами пожаротушения. Работала даже пожарная сигнализация, чем на сегодняшний день не может похвастаться ни один детский развлекательный центр в Сухуме. Как говорят абхазские спасатели, причиной возгорания в джунглях стало нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Где находятся дети, там немножко другие нормы и другие требования. Во-первых, должно быть в каждом развлекательном комплексе автоматическая пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения, планы эвакуации, информационные таблички. Зачастую люди в панике не знают даже, как набрать службу спасения и как дозвониться. Это теряется время, это опять же чья-то жизнь. Детский развлекательный центр «Амалок» даже в дни банкетов рассчитан не более чем на 10 детей. В остальные дни ребят, которые приходят сюда с родителями, еще меньше. Но это не означает, что здесь не должны быть соблюдены элементарные правила безопасности. Детский центр находится в здании торгового дома «Адмирал». Комната маленькая, уютная, но никак не соответствует требованиям пожарной безопасности. Арендатор помещения Камовуба объясняет, что не знала, что в центре должны быть огнетушитель и планы эвакуационного выхода. Обещает все исправить в ближайшее время. Недавно открылись и получается, что никто ничего не предупредил. Лично меня никто не предупреждал. За это, видимо, так и получилось. Но обещаем, что приобретем все, что нужно, и будет все нормально. Сотрудники пожарно-спасательной части проводят профилактическую беседу с владелицей центра. Как затем они нам объяснили, этот объект даже не стоял у них на учете. Более того, они не знали о его существовании. А это является грубейшим нарушением со стороны владельцев центра. В сухом приборе есть на первом этаже, со стороны проспекта, перед бушей. Я открылся магазин, там продаются первичные средства пожаротушения. Можно приобрести, уже есть такая возможность. То есть здесь надо укомплектовать первичными средствами пожаротушения. И инструкции о мерах пожарной безопасности. То есть такой стенд небольшой, где написано «Меры пожарной безопасности», как себя вести в случае подарка и как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Детский развлекательный центр «Леон» открылся совсем недавно. Уютная обстановка и доброжелательная атмосфера сразу располагают не только самых маленьких, но и взрослых посетителей центра. Огнетушители на самом видном месте. Это радует. Дальше больше. В «Леоне» учтен запасной выход. Но пока нет системы пожарной сигнализации, которая, как обещают собственники центра, будет установлена в ближайшее время. Мы встречались с руководителем данного объекта. И первые шаги с его стороны уже сделаны. Как вы видите, здесь уже приобретены первичные средства пожаротушения. Это огнетушители. А также, как мы с ними договаривались, он закупил за границей в России, в каком городе, я точно не знаю, датчики и оборудование пожарной сигнализации. На данном объекте будет установлена в ближайшее время пожарная сигнализация. Правила пожарной безопасности не полностью соблюдены в развлекательном центре «Маяк». Здесь, как и во всех остальных подобных объектах, отсутствует пожарная сигнализация. Но есть выходы из схемы эвакуации. Тем не менее, этого недостаточно и необходимо соблюсти все правила, предупреждают сотрудники пожарно-спасательной части. Проблема с соблюдением правил пожарной безопасности существует не только в детских развлекательных центрах, но практически в каждом здании, где наблюдается большое скопление людей. Это рынок, торговые центры и другие объекты. Под особым наблюдением должны находиться, конечно же, школы и детские сады. По планам отдела государственного пожарного надзора проверяет все объекты, то, что у них имеется в их территориальной ответственности. По сухому в год один раз это детальная проверка всех объектов, независимо от каких, начиная от магазинов, заканчивая дошкольных, школьных учреждений. И это детальные проверки. И есть контрольные проверки тоже раз в полгода. Несмотря на постоянные проверки соответствующей службы, ситуация пока не меняется в лучшую сторону. Ведь каждому предпринимателю легче заплатить штраф в 300 или 600 рублей, чем затрачивать огромные суммы на пожарную систему. Некоторых не пугает даже тот факт, что после неоднократного штрафа в случае неисполнения предписаний МЧС на владельцев торговых и развлекательных центров могут быть заведены уголовные дела. Царе Смарлиона Адлейба, Абхазское телевидение. В Министерстве здравоохранения прошло расширенное совещание, посвященное вопросам организации обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Конкретные мероприятия по реализации ОМС с министром здравоохранения Республики Абхазия Томазом Цахнаки обсуждают представители Минздрава России, управления правовой и международной деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Минздрава Краснодарского края, Минздрава Абхазии, главные врачи медучреждений Абхазии. Было отмечено, что Республика готова к реализации соглашения. В течение месяца граждане льготных категорий уже смогут получить бесплатные лекарства. Что касается выдачи полиса в ОМС, то в данное время в семи районах Республики идет подготовка к этому процессу. В пунктах выдачи осуществляется ремонт, а также решается вопрос технического оснащения. Эта работа должна быть завершена в течение ближайших трех недель. В рамках этого соглашения предусматривается механизм конкретной его реализации. В частности, в Республиканской больнице будет создана специальная комиссия, которая будет осуществлять отбор пациентов, нуждающихся в оказании специализированной помощи. И по этому направлению они будут, соответственно, направляться в то или иное медицинское учреждение. Мы дополнительно об этом еще будем извещать. Население подробно останавливаться на том перечне документов, которые необходимо будет представить, когда начнется процесс принятия заявлений и документов на получение и оформление полиса ОМС. Абхазская сторона очень активно работает в реализации этого соглашения. Мы провели сегодня встречу и с руководителем районных больниц, главными врачами. Мы проехали, посмотрели, как проводится ремонтная работа по тем пунктам, где будут проводиться выдачи полисов. По плану эта работа должна быть сделана в течение трех месяцев. У нас есть все основания полагать, что эта работа будет завершена раньше. Сегодня приняли решение вместе с министром здравоохранения Абхазии о том, что в середине апреля ремонтная работа будет завершена. До конца месяца в эти пункты будут заведены и установлены оборудования соответствующие. И в конце апреля, в начале мая уже мы начнем работу. Ключевым моментом, которым мы считаем в ходе реализации этого соглашения, чтобы граждане могли иметь возможность получить медицинскую помощь одновременно с получением имя медицинского полиса. Будет проведена соответствующая информационная кампания. Кампания будет проведена ТИР-фондом, страховыми медицинскими организациями, Министерством здравоохранения Республики Абхазия. Сегодня премьер-министр Беслан Барцес провел совещание с членами Республиканского штаба, созданного в целях организации борьбы с опасным вредителем, мраморным клопом. На совещании обсуждались вопросы, решения которых не терпят отлагательств. Репортаж Ирина Ашба. В Республиканский штаб организации борьбы с мраморным клопом входят главы всех районных администраций, представители Министерства сельского хозяйства и научного сообщества Абхазии. По словам руководителей районов, в каждом районе функционирует региональный штаб по борьбе с вредителем. Выполняются поставленные задачи. Уже созданы специализированные бригады, которые будут заниматься химической обработкой. Подготовлен и транспорт. Практически во всех селах проведены собрания, на которых население проинформировано о методах уничтожения вредителя. Эту работу надо усилить, потребовал Беслан Барцес. Пример также поручил руководителям штабов организовать процесс приема от населения пойманных клопов. В ближайшие дни в Абхазию приедут представители Минсельхоза России, которые начнут выплачивать по 1 тысяче рублей за килограмм насекомого. Кстати говоря, российская сторона уже приступила к выполнению взятых на себя обязательств. Сегодня в республику поступила первая тонна химических препаратов. Через несколько дней в Абхазию будет доставлено спецоборудование и еще одна партия яда химикатов. Данные химикаты будут распределяться по районам республики Абхазия в соответствии с необходимым количеством и очагом поражения в каждом районе. То есть главы районов нам будут представлять запрос на необходимое количество, и тем самым мы будем распределять. Все структуры, задействованные в выполнении поставленных задач, должны работать слаженно и четко. Чтобы определить наиболее оптимальное время химической обработки растений и рассчитать пропорции вещества, нужна помощь специалистов. В республике около 40 инспекторов по карантину растений. Все они должны быть распределены по районам и помогать бригадам на местах. Потребовал Бестан Борциц. Сейчас нужно мобилизовать все силы. Вам предлагаю свою структуру в режиме ЧАЭС пересмотреть, оставить минимум своих специалистов на контрольно-пропускных пунктах, распределить их всех на время вот этой чрезвычайной ситуации по районам. За каждым из них надо закрепить определенные участки работы и каждый вечер требовать с них результаты работы. Совершенно правильно говорят главы администрации районов. Да, они проведут эту работу, но им нужно знать, какой препарат в какое время применить. А это могут знать только наши специалисты-карантинщики, специалисты-экологи и управление защитой растений. Если мы будем сидеть в кабинетах, а главам говорить, давайте нам результаты, покажите работу, они его 10 раз проведут, пропрыскивание, но мы не получим результат. До конца недели главы районных администраций должны представить дорожные карты и карты районов для работы групп, осуществляющих механические и химические меры борьбы с клопом и установление феромоновых ловушек, а также информацию об объемах и видах химических препаратов и о количестве необходимых ранцевых опрыскивателей. Необходимо также предоставить информацию о численности и месторасположении жилых и нежилых помещений, частных домовладений и приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий, расположенных в каждом районе. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Алексей Агухава, Абхазское телевидение Абхазия – трудный путь возрождения. Так называется круглый стоп, посвященный 125-летию Нестора Лакоба и Фрема Эшба, который прошел в Абхазском государственном музее. Встреча была организована с сотрудниками Государственного и Сорикомемориального музея Нестора Лакоба и Госмузея, а также Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. 1893 год дал абхазскому народу двух будущих лидеров – Эфрема Эшба и Нестора Лакоба, которые во многом определили его судьбу. Нестор Лакоба – выдающийся сын абхазского народа, лидер Советской Абхазии в первые 15 лет ее существования. Эфрем Эшба – видный абхазский государственный политический деятель, активный участник революционного движения в России и Абхазии. В истории нашей страны его имя связано с борьбой за независимое существование республики и установление советской власти в Абхазии. На конференции в честь 125-летия со дня рождения двух абхазских лидеров заслуженный педагог Абхазии, кавалер ордена Ахтебша III степени, Элеонора Козьмиди, поделилась с аудиторией воспоминаниями своей матери, старшая сестра которой работала секретарем у Лакоба. Что я знаю из вашей истории со слов моей мамы? А ей приходилось в детстве видеть, как проходил по улице Нестор Лакоба, как он останавливался, дом вот рядом находится, дом Топчана. Там жила, фамилии я уже не помню, мама хорошо знала, жила богатая семья на первом этаже, дочка была пианисткой. Лакоба ходил на работу, совет министров, пешком всегда. И он часто останавливался, если слышал звуки, музыки, доносящиеся из квартиры этого дома, и прислушивался. А когда он видел детей, играющих на улице, и мою маму в том числе, он говорил, ну что дети, вы играете на улице, ничего, будет время, и у вас будет лучшая жизнь. С именем Эфрема Эшба связаны не только установления советской власти в Абхазии, но и восстановление абхазской государственности. Именно Эфрем Эшба вместе с Нестором Лакоба и другими активистами большевистского движения выступили на первом съезде, когда был создан Абхазский народный совет. Ученый, общественный и политический деятель Станислав Лакоба рассказал об Абхазии 20-30-х годов XX века, в частности, о непростых отношениях между Лакоба и Эшба. По выпискам, сделанным Владиславом Мардзинбе, становится известно, что Эшба неоднократно бывал в Абхазии в 1928, 30, 34, 36 годах. По словам самого Эфрема Эшба, с Нестором Лакоба в это время, в 1934 году, у меня снова восстановилась дружба. Нестор тогда подчеркнуто указывал, что в Абхазии меня, то есть Эшбу, как троцкиста ни разу ни в одном районе не прорабатывали. Таким образом, Лакоба старался не подрывать моего авторитета. Это слова Эшба самого. Вообще, здесь необходимо отметить, что отношения между двумя лидерами были различные. От очень теплых в 1918-м, начале 1921 года, до довольно сложных. Историкам еще предстоит выяснить истинные причины расхождений, которые лежат не столько в сфере их личностных отношений, сколько связаны совершенно с другими факторами традиционной и народной жизни, пришедшими в противоречие с законами классовой борьбы. На конференции была затронута и тема разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии дома-музея Нестора Лакоба, который до сих пор не восстановлен, но имеет статус Государственного историко-мемориального музея. Это вот жены репрессированных, это Ксения Лакоба-Чалмаз, Нина Павловна Лакоба-Таркил, Сигуа Джергения Вера Андреевна, жена военкома Абхазии. Мне трудно всех перечислить. Все они писали во все инстанции. Все они добивались, чтобы, наконец, в Абхазии был создан музей в памяти этому человеку. На конференции также прозвучали не менее интересных доклады, такие как Нестор Лакоба и Фрем Эшба в коллективных представлениях о прошлом, вопросы государственного строительства Абхазии в выступлениях Лакоба и другие. В государстве инвестиционное агентство Республики Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста агентства. Конкурс проходит в три этапа. На первом этапе кандидаты должны будут отправить свое резюме на почту, указанную на сайте инвестагентства, либо принести по адресу улица Пушкина, 16, Гудо, Плаза, офис номер 6. Срок подачи резюме до 6 апреля включительно. По результатам первичного отбора кандидатам необходимо будет пройти онлайн-тестирование. И в заключительном этапе конкурса кандидаты пройдут собеседование с директором госинвестагентства. Нам требуется человек с высшим образованием, либо студенты старших курсов, ответственные, которые обладают навыками аналитического мышления, которые способны общаться грамотно с людьми, излагать свои мысли. Кандидаты должны уметь работать с программами, такими как Microsoft Office, владеть компьютером свободно. И владение абхазским языком и иностранными языками, так же как и опыт работы, будет приветствоваться. В Абхазии продолжается отборочная кампания на поступление в российские вузы. На данный момент заявление подали более 450 человек. В этом году для Республики Абхазии предоставлено 53 квоты на все специальности и уровни образования. Информация об этом публикуется на сайте Россотрудничества в Абхазии. Первичный прием анкет уже завершился. Все кандидаты, кому анкеты вернулись на доработку, должны внести правки и отправить анкеты на проверку повторно. Согласно решениям, принятым на заседаниях совместной российско-абхазской рабочей группы, отборочные испытания для кандидатов пройдут на базе АГУ. В первую очередь будут проведены отборочные испытания по профильным предметам математика, общество знания, химия. Во вторую – диктант по русскому языку. Для поступающих по лингвистическим и филологическим специальностям профильным экзаменам определен диктант по русскому языку. Минимальный балл, который кандидат на поступление должен набрать, на профильном экзамене составит 50 баллов. В целях проведения оценки отборочных испытаний будет создано две смешанные комиссии, состоящие из педагогов АГУ и учителей средних школ Абхазии. Обе комиссии проверяют все работы кандидатов по отдельности. Размер проходного балла для кандидатов, поступающих по магистрским и аспирантским программам – 4.0, в случае, если количество кандидатов по направлению обучения составляет не более одного человека. О дате и времени отборочных испытаний будет объявлено отдельно не позднее, чем за один день до начала экзаменов. 28 марта в 13 часов в Центральном выставочном зале столицы откроется выставка «Осень-весна», где будут представлены около 70 работ известных абхазских художников Батала Джапуа и Адгура Ампар. Это живопись и графика. Выставка «Осень-весна» продлится до 14 апреля. В течение года художник нарабатывает определенное количество работ, происходят определенные творческие искания, поиски и нахождения чего-то. И мы подсчитали необходимым, нужным и возможным придать публичности этому делу, каким-то этим поискам, каким-то опытам. Выставка – это итог наших исканий творческих. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судей ГУЛ Рыбшского районного суда на 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судей осуществляется на помещении Министерства юстиции с 28 марта по 11 апреля включительно. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, с прояснениями ночью и утром осадки, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24 градуса, температура морской воды – 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин